Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня у нас 16 января 2021 года. Хочу вам показать свой любимый сорт белокочанной капусты Megaton F1. Это гибрид. Что я могу о ней рассказать? Я её высаживала, правда, не в 2020 году, а где-то в 2019 году. Мне она очень понравилась. Очень. Эта капусточка просто находка. Купила две пачечки. Одну пачечку взяла себе и одну матерью, деревню, чтобы она посеяла у себя. Так, что это за капуста? Это средне-поздний, высокоурожайный гибрид, лучший для квашения и хранения. Ну, я всю капусту квашу, не обязательно именно специальную. И раннюю, очень вкусная квашеная капуста получается с ранней. Казачок раннюю я сажаю. Или июньскую. Это средне-поздний, популярный гибрид белокочанной капусты. Вегетационный период 170 дней. 140-170. Ну, я капусту всегда убираю где-то в середине октября, в зависимости от погоды. Качаны очень красивые, округлые. Да, капусточка очень красивая. Весом 3-4 килограмма. Она очень хорошо хранится. Особенно у меня в подвале. У меня подвал очень капризный. То воды бывает много, то еще чего. Листья очень сочные. Сладковатая на вкус, с приятным ароматом. Буду сеять я ее двумя видами. На рассаду. Под пленку. Это где-то числа 14 апреля. И посею еще ее 1 мая просто на грядке, без всякого укрытия. В этом году, еще раз повторюсь, буду я высаживать рассаду капусту двумя способами. Под пленку и просто в открытый грунт. Особенно раннюю капусту можно еще сажать в конце июня. Так что сразу высаживать в один период капусту не обязательно. Можно разделить на определенные интервалы. Ну вот и все, мои дорогие друзья. Познакомила я вас с таким прекрасным сортом капусты. Вот пачечка стоит 37 рублей. И вес ее, ну я смотрела, здесь прилично. Больше 50 штук будет. Посмотрю, может быть еще подкуплю. Так как я уже сказала, одну пачечку я купила для мамы. Заходите в гости, мои дорогие друзья. Буду вам очень рада. До свидания. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok